Друзья, всем привет! С вами Димас. Сегодня будем готовить для вас жареную селёдку. Отличная такая вот штука получится. Я прям уверен. Но опять же, многим мне нравится это из-за того, что это рыба. Во-первых, запах где-то находится по квартире, если нет вытяжки. Ну и как бы эта селёдка, она вдвойне пахнет. У неё ещё такой аромат будет специфический. Ну опять же, как бы на вкус будет просто волшебно. Кто любит рыбу и кто любит селёдку, тем более, получится вообще просто божественно. Что для этого нужно? Мы вот купили две селёдки свежие, обычные, такие вот, грамм 300, они весят точно. И разделаем. Потом я расскажу вам, какие специи будем использовать. Разделывать очень просто. Просто надо срезать голову. Я взял для этого специальную доску, прикрыл газетой, как в советские добрые времена все это делали. Срежем голову, срежем брюшко, оно тоже не понадобится. Зато хорошо будет, удобно у вас, уберётся всё и доска не будет пахнуть рыбой и как бы всё будет чисто и отлично. Вот селёдка с икрой попалась. Оператор убирал. Наверное, трогал там, щупал. В принципе, она чистится легко, быстро. Снимаем, вынимаем внутренности и очищаем вот от плёночки от этой стараемся. А чёрная нагорчит. Естественно, мы сейчас потом её промоем. Вот тут раскрываем, где пузово не до хребта. Там тоже очень много плёнка содержится и такая грязь небольшая. Это всё вынимаем, отрежем хвост и срежем плавники. Они нам тоже ни к чему. Можно ножницами воспользоваться, как вам удобно. И вторая селёдка тоже самая, а икру забыл. Так, это всё кошки съедёт. И сразу нарежем. Где-то сантиметр-полтора. Пойдём её помоем. Это всё выкинем. Ну вот, сейчас приступим к обжарке. И что мы будем для этого использовать? Естественно, масло растительное. Мука. Вот её в пакетик мы её насыпали. Специи рыбные. Чуть-чуть соли. Вот и немножко перца чёрного. Ну, тут у нас разный. В основном чёрный. Закидываем несколько кусочков рыбы нашей. И всё аккуратненько трусим в пакете. В принципе, удобный способ такой. И укладываем всё на нашу сковородку. Чуть-чуть маслица наньём ещё. Жарим обычным способом. Переворот. Чёрные поскории. Цip Kathleen. Чёрный супер. Чёрный суп. Ну протясу папу. Чёрный. ну вот ребята пожарили мы наш селедочку запах стоит в нашем помещении прям такой отличный селедочный копченый такой прям ну вот прям рыбный рыбный естественно я чувствую что это жарить дома с какими красивыми шторами там или еще дорогой одежде никак не рекомендую потому что очень сильно все пропахнет вообще все помещение лучше чтобы все проветрилось но там уже соседями война будет наверное потому что реально запах такой стоит отличный прям копченый но на вид получилось очень красивая рыба жареная с пюрешечкой наверное с картофель вообще зайдет на ура также пожарили вот молоки и икру попробуем что у нас получилось вот нежная очень рыба как бы на запах обалденные смотрите как разламывается косточка отделяется просто волшебный слинки текут кто любит селедку наверно тоже я думаю поймут меня очень вкусно заранее прям вообще просто бомба стоит потерпеть и пожарить ее пропахните но на вкус это просто бомбически она очень вкусная рыба падает с косточки конечно но не без этого может не филе разделать но как бы все равно эти не уберешь не бойтесь жарить такую рыбу как селедку как он там подобное единственное да это запах него никуда не деться наркет есть там способы но я думаю вряд ли там что-то изменится клип там придумывают именно на вкус она волшебная я бы ел такую рыбу каждый день очень вкусно такой рецепт сегодня сделали для вас пишите в комментариях ставьте дизлайки лайки обязательно жарили вы селедку либо какую-то такую подобную рыбу как бы все знают что это морской все равно какой-то запах есть рыбы кому видео понравилось подписывайтесь на канал мы вам будем всегда рады с вами был димас всем приятного аппетита оператор антон вся наша банда увидимся на канале пока